МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Дом для второго хлеба. В Козловском районе построили новое картофель и хранилище. Сердце Чувашии. В нашей республике появился новый логотип «Я люблю Чувашию». Театр для всех. В преддверии дня города Новочебоксарск проходит неделя театра. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с директором предприятия «Сейспель» Владимиром Бокшаевым. На рабочей встрече зашел разговор о перспективах предприятия. Сейчас «Сейспель» производит полуприцепы, цистерны для перевозки комбикормов, зерна и известий цемента. Здесь же работает цех по ремонту специальных котлов для транспортировки химической продукции. Всего на заводе выпускают более 150 моделей из нержавеющей стали и сплава алюминия. Владимир Бокшаев отметил, что с начала этого года завод получил прибыль в размере 17 миллионов рублей. Предприятия концерна «Тракторные заводы» в ближайшее время должны начать производство и заработать в полную силу. Об этом сообщил министр экономического развития промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Ситуация непростая. И нужно отметить, что наконец-то произошли подвижки. Мы долго говорили о том, что ликвидация долгового банка, реструктуризация основного кредита. Я напомню, что порядка 16 банков, юридических лиц, в том числе и иностранных компаний, были кредиторами концерна «Тракторные заводы». Сейчас идет урегулирование кредитного портфеля. То, что В-банк стал основным кредитором, это уже важно. Это уже первый шаг по реструктуризации самого основного долга. Я напомню, что без него, без реструктуризации, без процедуры этой реструктуризации, невозможно сегодня пополнение оборотных средств получения нового кредита. Вот еще раз говорю, первый шаг сделан. Сейчас идет у концерна, руководство концерна, идет согласование с оставшимися кредиторами схемы реструктуризации их долгов. И как только будет решен этот вопрос, то Внешэкономбанк готов будет выдать дополнительный кредит для того, чтобы пополнить оборотными средствами группу компаний для выпуска заказов. Сегодня у наших заводов, на территории республики, которая расположена, сегодня просто громадное количество заказов. Единственное, у них руки связаны сегодня. То есть промтрактор у нас сегодня работал бы, наверное, в трехсменную работу, если бы были оборотные средства. Как только вот эта процедура реструктуризации будет завершена, потому что до конца года она все равно будет завершена, то у нас у концерна, тратом завода, особенно у завода, который расположен на территории Горича Бассара, будет новая жизнь совершенно. И задача, это по условиям выдачи кредита, задача выйти уже в 2016 году на прибыль. Не только вырастить, но и сохранить урожай. Такая задача стоит перед сельчанами осенью. В Козловском районе в крестьянско-фермерском хозяйстве Василия Семенова построили новое картофель-хранилище. Хозяйство Василия Семенова известно далеко за пределами района и республики. Овощи от фермера популярны среди оптовиков и обычных покупателей. Сейчас фермер выращивает зерновые, капусту, арбузы, картошку и клубнику. Урожай картофеля неплохой – 270 сантиметров с гектара. В сентябре введут в эксплуатацию картофель-хранилище. В этом году мы полностью перестроили производство картофеля, технологию. Мы купили новые сажалки, новые опрыскиватели, новые разбрасыватели. Посадили один раз и уже ее не окучивали. Просто обрабатывали по технологиям колосом. Получие картофеля довели до 100 гектаров. Построили хранилище, но хотелось бы больше, конечно. Мы рассчитываем на 40 тонн гектара, возможно выйдет меньше. Не все так получается хорошо, как хотелось бы. Но вообще картошка уродилась в этом году? Слава Богу, в этом году дожди были вовремя, и вовремя цветения, и в период набора урожая. Поэтому урожай картофеля ожидается хорошим. Это картофель-хранилище обошлось хозяйству в 14 миллионов рублей. Строительство велось все лето. Ангар рассчитан на 2000 тонны овощей. Семенов планирует, что картофель здесь будет храниться до начала весны, когда будет ощущаться дефицит свежей продукции. Касаясь вообще перспектив, Василий Николаевич Семенов, он уже недавно начал вести свое фермерское хозяйство. И так ежегодно разворачивается, вот сейчас показано нам хранилище, засолка, он напрямую не продает. Он очень правильно делает. Я посмотрел цифры, 900 тонн капусты, огурцов, это самые десятки-десятки тонн, все засаливается. Есть место для хранения. Картофель, соответственно, проделок 2-2,5 тысяч тонн будет хранить. Вот это как раз является ключевым фактором получения прибыли. Выбыток себя сегодня со стороны органов власти никто не заставляет выбыток себя работать. Общаясь с ветеранами агропромышленного комплекса Козловского района, Михаил Игнатьев рассказал о федеральной и республиканской поддержке, которую сейчас оказывают сельхозтоваропроизводителям Чувашии, об инвестиционных агропроектах в Чувашии и в том числе в Козловском районе. Есть инициатива по развитию животноводства. В 2015 году на поддержку аграриев в районе получат 34,5 миллиона рублей. Касаясь экономики, Козловский район на сегодняшний день развивается неплохо. С каждым годом все лучше и лучше. Мы поставили задачу, кроме растеневодцев, чтобы они занимались животноводством. Это очень важно. Будут дополнительно рабочие места. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости являются неотъемлемыми процедурами при совершении сделок с землей. От качественной работы по этим направлениям зависит эффективное распоряжение земельными ресурсами. О доступности этих услуг и не только говорили на заседании коллегии управления Росреестра по Чувашии. Современные технологии не стоят на месте. Если раньше для получения какой-либо услуги приходилось тратить много времени и сил, то сейчас подать соответствующие заявления можно буквально в пару кликов. Росреестра активно развивает электронные услуги. С начала лета у граждан появилась возможность через интернет оформить сделку по государственной регистрации прав. В настоящее время на портале Росреестра доступны все востребованные услуги службы. Государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из реестра и кадастры недвижимости. Популярность этих сервисов растет постоянно. Сокращается время оказания услуг по регистрации прав. Требуется всего около пяти дней. В среднем по стране этот срок достигает девяти дней. Соответствующие документы можно также подать в МФЦ. Там же узнать всю необходимую информацию. Обучили 500 сотрудников МФЦ. Сократили наши окна приема документов в 18 районах и в Новочебоксарске. Кроме того, стимулом к развитию МФЦ послужили изменения в бюджетный кодекс, согласно которым 50% господчины остается в ведении штабликанского бюджета. На сегодняшний день 52% всех документов, которые обрабатываются в нашем направлении, принимались на площадках МФЦ. Активно ведется перевод на электронные носители правоустанавливающих актов. Это позволит учитывать и регистрировать объекты недвижимости независимо от их местонахождения, что значительно сократит время предоставления услуги. Росреестр активно наполняет геопортал Чувашской республики. Он содержит обновленные сведения о любых земельных участках. Особая роль отводится земельному надзору. Земельный надзор обеспечивает не только выявление и пресечение земельных нарушений. Меры, принимаемые государственными инспекторами, подталкивают граждан и юридических лиц к оформлению прав на земельные участки, что в конечном итоге повышает налогооблагаемую базу. Говорили и о проблемах. До сих пор сведения о границах 169 населенных пунктов отсутствуют. В государственный кадастр недвижимости практически не вносится информация о территориальных зонах муниципальных образований. По мнению временно исполняющего обязанности главы Чуваши и Михаила Игнатьева, решить эти вопросы в интересах глав районов. Ведь правильная работа с землей дает дополнительные поступления в местные бюджеты. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В Чубаксарах продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. В этом году из ветхих домов в новые квартиры должны переехать более 250 семей. Бараки сейчас сносят в Заволжье и в столичном микрорайоне Богданка. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Каждый день отсюда вывозят сотни килограммов строительного мусора. Буквально за неделю рабочие успели разобрать крышу и деревянные полы. Уже в ближайшее время этот дом сравняют с землей. Этот дом был возведен в 50-е годы. За все время стены обдушали настолько, что для их сноса строители не используют даже специальных инструментов. Жильцам приходилось отапливать комнаты кирпичными печами, а за водой ходить к этой уличной колонке. Все переселенцы получили квартиры в новых домах. Они переселяются в новый район, который находится здесь рядом, район Садовый. Как бы человек привык к этому району, они здесь же будут жить. А вообще по запросам отдельных граждан работа ведется индивидуально с каждым. Все они получают по квадратам больше, чем они здесь жили. В этом году в столице республики планируют снести еще более 70 бараков. Работы должны быть завершены до 1 октября. Два дома снесли мы в прошлом году. На этот год остается 74 дома. На сегодняшний день 7 домов уже снесено. К остальным подрядчики приступают. 22 дома уже приступили, работают. Остальные по мере отключения коммуникации и пересенения жильцов тоже будут снесены. После сноса дома эта территория пустовать не будет. В ближайшие годы здесь планируют построить дорожную развязку. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Новый учебный год стартует через неделю. В школах заканчиваются последние приготовления. В деревне Салдебаева Козловского района сегодня открыли новый спортзал. А в деревне Еметкино дошкольную группу при средней школе. На объектах побывал и временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Первыми в новый спортзал пришли, как и положено, юные спортсмены. Алексей Пресняков будет учиться в восьмом классе Салдебаевской средней школы. Живет в соседней деревне. Но заниматься спортом приходит сюда каждый день. Даже уходить из спортзала не хочется, говорит Алексей. Раньше все было по-другому. Ну же, рушилось почти. Ну пол тоже почти уже поломанный. Спортзал Салдебаева отремонтировали не случайно. Здесь сильная волейбольная команда, а лучший игрок первенства Чувашии – воспитанник этой школы. Ежегодно школьники становятся победителями районных соревнований по лёгкой атлетике, волейболу, призёрами юно-армейской игры «Зорница». Школа эта сильна традициями. Здесь есть замечательные волейболисты, выпускники этой школы, которые продолжают заниматься волейболом и защищают честь нашего района на республиканском уровне. И нисколько я не сомневаюсь, что этот зал будет всегда заполнен. В Салдебаевской средней школе учатся 75 детей, которые живут в шести ближайших деревнях. В школе провели модернизацию столовой, а в этом году отремонтировали спортивный зал. Все общеобразовательные школы Чувашской республики готовы к Дню Знаний. Наша задача теперь, приступая к выполнению своих прямых обязанностей учителя с большей буквы, учить людей, давать им знания, делиться своим сердцем, воспитательная работа. Деревня Емёткина накануне учебного года открыли дошкольную группу на 25 мест при средней школе. Здесь есть все необходимое, чтобы дети могли получать дошкольное образование. Дошколятов пришли в новую группу накануне, но уже освоились. Рисоваюсь пастелинами, акварениями. А что тебе еще нравится в садике? Или кто нравится? Савелия и Диана Астасова. Ты с ними дружишь, да? Угу. Освоилась и молодая воспитательница Анжела Смирнова. Окончив среднюю школу и получив высшее образование, она решила вернуться домой. Я здесь выросла, ну как бы нравится детьми заниматься. До этого были тут, но у нас была кратковременная группа с 9 до 2. Сейчас у нас с 8 до 5, полный день. В республике за последние годы построили 40 детских садов. Решена проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей с 3 лет. Проблему, которая была, допустим, очень значимой, закрываем. Дети с 3 лет практически обеспечены в республике, включая города. Сельские местности практически где-то с 2 лет, где-то с 1,5 лет обеспечены. Где на сегодняшний день показатели демографии лучше и где рождаемость выше, мы будем открывать такие же современные группы. Ежегодно в бюджете республики закладывается немалая часть средств на развитие образования. В ближайшее время начнется строительство более 10 современных школ. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Ушел из жизни Вячеслав Краснов, экс-министр физической культуры и спорта, человек, отстаивающий интересы чувашского спорта на всех уровнях. 9 ноября этого года ему исполнилось бы 65 лет. В историю республики он вошел как человек, сумевший в трудные 90-е годы сохранить все спортивные школы Чувашии. Благодаря ему Чувашская школа спортивной ходьбы вышла на международный уровень. А в его родной деревне ежегодно проводят соревнования среди юных спортсменов. Вячеслав Максимович внес огромный вклад в создание имиджа Чувашии как спортивного региона. Проведение на нашей земле Кубков Европы и мира по спортивной ходьбе, других престижных состязаний во многом и его заслуга. Последние годы возглавлял региональное отделение Параолимпийского комитета России. Был членом исполкома Параолимпийского комитета России. Прощание с Вячеславом Красновым состоится 26 августа по адресу город Чебоксары, улица Гражданская, дом 19, с 10 часов до 11.30. Обеспечение безопасности дорожного движения остается наиболее острой и актуальной проблемой. Дорожно-транспортные происшествия регистрируются в республике ежедневно. Нередко в них гибнут люди. Специальная правительственная комиссия обсудила ситуацию на дорогах Чувашии, а также предложила меры по улучшению дорожной обстановки. Показатели этого года по сравнению с прошлым несколько улучшились. В целом по республике количество ДТП сократилось. Однако в некоторых районах Чувашии эти показатели возросли. Чаще всего происходили столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В преддверии нового учебного года особое внимание уделяется профилактике аварий с участием детей. За последние 7 месяцев получили ранения около 150 человек. ГИБДД совместно с Министерством образования республики проводят специальные тематические мероприятия, уроки и беседы, которые дают положительный результат. Начата проверка готовности школьных автобусов. В ряде районов республики и в городах транспортные средства не оборудованы тахографами, что запрещает их использование. Как отметили на заседании, эту работу необходимо завершить к 1 сентября. Еще одна проблема, которая требует особого внимания. Лаборатория по производству амфетамина ликвидирована сотрудниками УФА СКН Пучувашии. Двое москвичей вместе с тремя жителями нашей республики изготавливали запрещенное психотропное вещество. В съемной квартире жилого дома. В планах злоумышленников было не только производство, но и сбыт наркотика на территории региона и за его пределами. По оценкам экспертов, мощность этой лаборатории – 2,5 килограмма амфетамина в месяц, а это примерно 1000 доз вещества. Сейчас участники группировки приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 11 лет со штрафами от 7 до 100 тысяч рублей. Сердце простой и понятный каждому символ. Он издревле присутствует во многих культурах мира. Но в Чувашской сердце особенное, открытое. Именно этот графический знак группы дизайнеров и рекламщиков из Чебоксар предлагает в качестве нового образа Чувашии. Жизнь и быт, прошлое и будущее – все это отражается в национальной культуре и символах Чувашии. Это присутствует и в новом логотипе «Я люблю Чувашию». Дубовый лист, ветка хмеля, национальный костюм. Существует множество характерных для чувашской культуры образов, но все же самоузнаваемый орнамент в виде сердца с национальной геометрией. Если посмотреть на герб и флаг республики, то этот символ можно увидеть на вершине мирового древа. Это вековая мудрость чувашского народа, открытое сердце. Мы открыты для всего народа, для других народностей. Зовем к себе в гости. Нет у нас секретов, мы не хотим воевать, поэтому, наверное, Чувашия – одна из самых таких зон, где нет межнациональных конфликтов. Все гениальное просто, и вот оно лежит. Просто никто не обращал внимания, что сегодня, в данный момент, лучшего символа для нашей республики нет. Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Чувашии – тема во все обсуждаемое в республике. Возможно, именно открытое сердце – тот самый символ привлекательности. В сердце виде скульптуры, баннеры, сувениры с сердечной символикой, и наше открытое сердце быстро станет узнаваемым и будет биться долго и уверенно. Кстати, такой логотип просто и естественно заменяет слово «люблю». Очень быстро творческое горение узкого круга людей переросло в флешмоб. Сердце рисуют помадой на салфетке, краской на заборе, кетчупом на тарелке. Градус народного творчества зашкаливает. Это значит, что предложенная графическая концепция очень пластична и всем понятна. И в отличие от общеизвестного изображения сердца, Чувашская имеет узнаваемые этнические черты. Мы сделали из ягод, из земляники. Сфотографировали, обработали и несколько вариантов выложили в сеть. Увидели наши подписчики-друзья и стали присылать свои. Из грибов, из лисичек. Кто-то из картошки выложил. Ну, у кого что было под руками. Одна девушка прислала из Петербурга. У нее из скрепок канцелярских сложное сердце. То есть, все очень просто. Но самое эффектное, мне кажется, сегодня это получился. Это одна девушка на деревянном доме предбила гвоздики и красной ниткой обозначила контур сердца. Это смотрится очень необычно, здорово, качественно такая. И, наверное, зажегся. И сегодня уже в коллекции этого флешмоба, наверное, где-то 30-40 работ есть. Национальное телевидение не осталось в стороне и тоже приложило руку к сердцу чувашей. Вот такое милое сердечко и значков пополнило коллекцию флешмоба. Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика. Театр для всех. В Новочебоксарске в преддверии Дня города проходит неделя театра. С 25 по 30 августа жители города смогут посмотреть самые известные постановки. Шоу ростовых кукол «Светофор» открывает творческую неделю. Зал полон юных зрителей. Представление яркое, динамичное, с множеством танцев и песен. Выступление посвящено безопасности на дорогах. Кто-то будет с нами, друзья, не сумели нас забыть. И тогда спокойно сможет он по улицам ходить. Такие мероприятия полезны детям. Это, естественно, все в игровой форме. Театры детей часто приводим на такие мероприятия. И познавательно то, что здесь дети познают для своего возраста, как говорится. Здесь и мотивировано все. И тем более тема такая – дорожное движение. Тем, кто сегодня не попал на выступление, расстраиваться не стоит. Впереди еще четыре спектакля. На разную категорию жителей будут представлены спектакли. Сегодня, в частности, мы смотрим первый детский спектакль, на котором в основном присутствуют воспитанники детских садов и общеобразовательных учреждений. Неделя театра – это бесплатные показы спектаклей в рамках празднования 55-летия города Новочебоксарска. Все спектакли пройдут в Дворце культуры «Химик». Узнать программу мероприятий можно на сайте городской администрации. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова